Следующее важное правило – это правило кадрирования, которое позволяет нам просто гармонично размещать человека в кадре так, чтобы он не выглядел каким-то обрубленным. Для того, чтобы не было такого ощущения, нам важно размещать человека так, чтобы не кадрировать его по суставам, не кадрировать его по подбородокам, например, то есть обрезая шею, оставляя ее за кадром, не кадрировать по коленям или по локтям, то есть выставлять кадр так, чтобы человек был за границами кадра либо чуть позже сустава, либо чуть раньше сустава. В таком случае есть ощущение, что руки или ноги, они где-то там за кадром продолжаются, а не так, как будто бы они просто обрезаны. Из этого вытекает ряд каких-то уточнений в том, где не нужно, например, обрезать человека, и проще, если я выведу это просто изображением, и вы для себя это пометите, может быть, законспектируете, либо просто обратитесь еще раз к этому ролику, этому кадру и проверите, правильно ли вы кадрируете человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!